ребята всем доброе времени суток всем подписчикам и зрителям моего канала всех поздравляю с прошедшими новогодними праздниками желаю вам счастья здоровья успехов в вашем человодстве и вообще по жизни не болеть чтобы все у вас всеми эластичным было хорошо к съемке данного видеоролика я подходил уже очень давно и честно скажу снимал его не один раз так как эта тема данная она очень объемная это тема коллапса пчелинных семей еще несколько лет назад будучи на конференции в польше когда обсуждался вариант слетов коллапса пчелинных семей поляки там жаловались я думал что это все у них происходит для того чтобы получать как бы сказать компенсации после гибели пчелосемей весной поляки допустим получали компенсации на восстановление пасеки это примерно то же самое что у нас в 2020 году произошло с дотацией но немного позже жизнь показала другие реалии значит сегодня у нас в украине ситуация довольно таки плачевная звонят многие пчеловоды жалуются значит не каждый признает многие говорят у меня там пропала одна семейка потом у соседа пропала большая часть пасеки ну ситуация такая и предлагаю значит снять ряд видеороликов я сниму предлагаю в этих роликах обсудить данную ситуацию которая сложилась и найти пути выхода собрал я очень много информации по коллапсу пчелиных семей в данном видеоролике буду вставлять в ролик чтобы это было более понятно и разжевывать потому как проблема во всем мире и выход из данной проблемы практически никто еще не нашел значит что получается с моих наблюдений что же такое коллапс пчелиных семей то есть коллапс пчелиных семей во всем мире рассматривается как явление пропажи пчелосемей в огромных количествах даже разговоры иногда на сотня пчелосемей которые просто напросто вы заглядываете и видите там пустые ули и очень тяжело понять чем же причина причем такая пропажа пчелосемей у нас бывают уже как ближе к осени так и в разгар в разгар бедосбора летом прошло уже более 10 лет с тех пор как заговорили синдроме распада пчелиных семей ccd однако расследование причины загадочного исчезновения медоносных пчел продолжается до сих пор списке подозреваемых на роль провокаторов ccd числится микроволновое излучение сотовой телефонии пестициды агрохимия интенсификация содержания пчелиных семей ошибки пасечников общее снижение иммунитета пчел 2018 году сообщения о массовой гибели пчел стали поступать со всех российских регионов 2019 году ситуация не изменилась и сведения о море медоносных пчел стали похожи на сводки с фронта пасечное хозяйство охватила паника повсюду обсуждают нелепые версии о намеренных отравлениях пчел и скрытой диверсии владельцы пасек отчаявший справиться со своими бедами напрямую обращается за помощью главе государства температура два шпятка синить смотрите мёс и чёрт смотрите некоторые погибли уже вот это ядер смотрите смотрите что сделает наша родина медоносные пчелы появились на планете земля то же самое время когда цветущие растения явили свой прекрасный лик солнечному свету и с тех пор пчелы и цветы проживают неразрывной связи друг с другом с некоторых пор к союзу растений и насекомых присоединился человек что привело к значительному увеличению численности медоносных пчел и пыляемой флоры самой среде пчел человек последовательно совершил две промышленные революции которые известны под названием бортничество и пасека на основе разборного улья со времени начала последней революции утекло около 200 лет и в воздухе запахло очередной третьей революции по-видимому интеллектуально у автора проекта пасеки 21 века уже были догадки относительно распада пчелиных семей и для подтверждения это предположение ему нужно было поставить эксперимент и этот эксперимент необходимо было начать обязательно до 2018 года для осуществления эксперимента на широте 60 градусов северной широты в лесистой местности в кронах деревьев было возведено так называемое командорство first in или если хотите по-другому испытательный полигон командорство было заселено пчелопакетом пчел породы бахпас впоследствии со стороны там появились еще две плодные матки из краснополянского питомника той же породы само командорством располагается так что в радиусе лета пчел нет пахотных земель других чужих пасек лишь лес и поляна дикотраза в течение всего срока эксперимента командорстве в результате контролируемой раиния и отведения было получено дополнительно 8 новых пчелиных семей это что-то такое приключилось чего совершенно не было раньше и имени у него нет подмечено достаточно верно ведь первое описание патогенных вирусов вызывающих заболевание пчел мы встречаем книги немецкого автора фридриха поль болезни пчел диагностикой лечения в 1995 году в россии книга вышла в свет 2004 году конце того же века были выявлены и описаны еще несколько новых вирусов вызывающих паралич у пчел в настоящем времени медоносной пчелы apis mellifera обнаружено около 20 рнк содержащих патогенных вирусов если днк содержащие вирусы и рида вирусы которые при активной репликации в клетках насекомого приводят патологии развития негативно сказывается на физиологических и поведенческих особенностях пчел вплоть до гибели целой семьи но и рида вирусы не могут поселить свое воздействие сравниться с однониточными рнк вирусами семей десистра вирусы и флавирусы и нода вирусы самое опасное заболевание у пчел вызывает следующие вирусы семейство десистра вирусов вирус хронического паралича abpv израильский вирус острого паралича iapv кашмирский пчелиный вирус kbv и вирус черных маточников bqcv семейство и флавирусов вирус медленного паралича пчел sbpv вирус деформации крыла dw и вирус мешочечного расплода sbv семейство нода вирусов вирус хронического паралича cbpv остальные вирусы такие как вирус летального паралича тли вирус большой реки сию вирус клеща варуа вирус озера синай не столь опасные вирусы но могут провоцировать ухудшение адаптации пчел к холоду сокращение яйцекладки маткой летной активности и снижение сбора нектара когда пчелы заболевают вирусом хронического паралича то пораженные вирусом пчелы улетают из улья чтобы умереть вне семьи такое поведение вообще является нормой для пчел больные и старые пчелы помирают как можно дальше от своего гнезда первая волна заболевает и улетает свой последний финальный полет за первой волной следует 2 3 4 вот пасечник открывает этот улей и столбенеет в уле опрятную много меда и перги но нет ни одной живой души напоминает философскую картину дхармана и очевидцу кажется что вот-вот из глаз падет пелена и взору пристанет десятки тысяч обитателей прекрасного дома 2018 и в 2019 годах вирус острова паралича выкосил огромное количество пчелиных семей практически во всех регионах российской федерации пасечники же по старой русской традиции обвинили своих бедах соседей фермеров будто бы фермеры отравили пчел в результате агрохимических процедур мало того сми упорно бьют кувалдами в одну точку пчел отравили пестицидами но это ярчайший пример грубой ошибки пасечников и намеренного заметания серьезной проблемы здоровья пчел под пушистый ковер допускаем отдельные семьи могли пострадать от опрыскивания рапса и других медоносных культур во время цветения но львиная доля пчелиных семей погибла от острова вирусного паралича это хорошо видно даже по тем роликам которые пасечники размещают в интернете мы уже упоминали тот факт что вирусной эпидемии приводящие к массовой гибели пчел происходят в годы низкой солнечной активности но вот что интересно ведь солнце с регулярно изменяющейся активностью ведет себя так по крайней мере с 1700 года с того самого момента с которого за ним ведется регулярное наблюдение больше того следует допустить что такое солнечное поведение важный биорегуляторный процесс земли ему подчиняется не только насекомые но и высшие животные получается так если бы не существовало регулятора численности биомассы то на земле происходило бы биологическая гонка без надежды на равновесие кто-то из жителей планеты вырвался бы вперед и вытеснил бы всех остальных без разбору но так не происходит потому что в природе всегда подвешен домоклов меч во всей этой схеме просматривается замысел и возникает естественный вопрос а кто или что заставляет солнце периодически открывать ворота чтобы проредить не в меру расплодившиеся братья физики пока не в состоянии дать внятный ответ на такой вопрос а вот философы говорят о том что солнце такой же живой организм как и все сущего вселенной у солнца есть свой жизненный ритм и эти ритмические биения ощущают на себе все жители солнечной системы по следам нашего расследования можно сделать предварительный вывод который заключается следующем солнце открывая закрывая свои лучезарные ворота добросовестно выполняет роль регулятора численности земной биомассы но выходит так что на самой земле нарушились некие настройки и теперь пора говорить не о регулировании а о полном исчезновении множества видов и старства животных и вот что показал эксперимент проведенный в командорстве first inc начиная с 2017 года к началу эксперимента где-то 2017 на северо-западе выдалась аномально холодно растение дикотравия не то чтобы не зацвели они попросту даже не дали всходу коварный год не дал заселить пчелами спешно сооружаемое командорство но сам испытательный полигон был успешно завершён двойне удивительным оказался 2018 год не потому что весной этого года командорство встретило своих первых пчел переселенцев а удивили на самом деле другие дикие насекомые казалось бы предыдущий 2017 год не был благоприятным для развития насекомым в текущем году а мне вот ознаменовался изумительным количеством лесных шмелей на цветущих растений шмелей было так много как обычно бывает чел на поле цветущей гречи и вот еще новых ульях обильно разжились маленькие черные муравьи год 2019 наступлением устойчивого тепла появились мире но их оказалось уже не столь много как в прошлом году к концу весны начало лета шмели вдруг как-то разом исчезли причем полностью след за шмелями резко пропали ульевые нахлебники муравьи их прямо как будто бы корова языком слезала с весны пчелы показали неплохое развитие нормальный рост и приличные результаты по приносу нектара пыльцы и отстройки сотов то есть год прошел под знаком полет нормальный стало понятно что среди муравьев и шмелей вспыхнул мор однако пчелы вели себя обычным образом мало того после прохладного июля и 20 дней аналогично августа как дар божий наступила десятидневка медового сумасшествия такой обстановке для обитателей командорства наступил финальный акт 2019 года во время кормления первой декаде сентября начали обсыпаться самые сильные семьи пасеки три дня и живой семьи улитков улья остается лишь ворох мертвых пчел еще три дня и следующей смене по одной и той же схеме стали обсыпаться и остальные менее сильные пчелиные семьи в итоге на экспериментальной площадке остались зимовать две ослабевшие семьи можно смело предположить и пчелы и шмели и муравьи с некоторых пор содержащимся в их клетках традиционным микроорганизмом дополнительно приобрели новые микробы это группа вирусов которые вызывают паралич насекомых вирусы способны долгое время находиться в клетке хозяина в латентном состоянии ожидая своего часа они себя почти никак не проявляет активно не воспроизводятся лишь передаются из поколения в поколение злым гением вируса острого паралича скорее всего стала тля или даже правильно нужно сказать так для стала тем спусковым крючком который запустил репликацию вируса нужно конечно выяснить все возможные каналы циркуляции вируса и его запуска активной фазы но под той ситуации которая сложилась сезон 2019 года можно констатировать факт и шмели и муравьи и пчелы все собирали сладкую падь выделяемую тлей и все же они последовательно сгорели в эпидемиологическом пожаре бушевавшим в северо-западном регионе и как выясняется не только в этом регионе перед нами встает риторический вопрос что делать по правде говоря внятного ответа нет безусловно необходимо повсевестно восстанавливать порушенное равновесие природе можно уповать на то что вирус интегрируется в геном насекомых и пчелы приобретут устойчивость заражения но к сожалению на это уйдет безумное количество лет но послушайте пчелы другие насекомые могут уже не справиться с последующим эпидемиологическим ударом который последует недалеко через десятилетие наши любимые пчелы попали в цепь нот и и мы тоже царство насекомых необходим луи пастер дорогой луи откликнитесь пожалуйста стражущие бедолаги нуждается в вашем участии если вы не найдете вакцину от страшных вирусов нашим любимым пчелкам мурашечком камашечком всем всем будет крышка значит смотрите для того чтобы понять кола пчелиных семей надо рассматривать чего семью как единый организм то есть заболевание семьи у нас могут вызывать паразиты но в данном случае вы все понимаете это клещ воро якопсоны можем обрабатывать виттином амитразом разными полосками тогда и убрать клеща в семьях но это не помогает также попутно прикол от все пчелиных семей у нас могут появляться болезни расхода это американский европейский гнилец мешочек расход там мы можем допустим бороться с гнильцами антибиотиками или бороться допустим разными препаратами дезинфектантами пересадками гнезда вот как я это показывал допустим есть изоляторы со всем этим можно бороться но проблема в том что когда мы рассматриваем чего семью как единый организм вот эти вот единичные методы борьбы то ли это будет борьба с клещом то ли это будет борьба с болезнями расплода они все не помогают вот в этом есть завязка почему называется коллапс пчелиных семей потому что это идет массово и массово у нас семьи поражаются клещом вся пасека массово вылазит болезни расплода и пчеловод просто теряется и не понимает любой пчеловод даже я как сама такие моменты теряясь потому что коллапс такой какой он идет допустим я у нас уже по украине изучил разные вспышки были в разные регионы в разных местах и будем говорить в какой области в каком районе это было то есть пчеловоды после подсолнечника в данном случае да приходят на пасеку и видят что семьи таят просто на глазах вот у вас была пчела семья вот у вас было два три магазина они носили мед мощная семья здоровая все человек видит проседают остается один корпус через дней 10 смотрят остается 3-4 рамки пчелы и у себя кстати тоже год назад мы замечали такую же ситуацию сверх мощные семьи вот и давали много меда после этого мы смотрим осталось рамочкой две пчелы но на тот момент я это больше рассматривал как допустим заключенность так как и сейчас многие скажут и напишут что это все клещ причина всему клещ но это не так так как мы вот посмотрели в сегодняшних видеороликах которые я вставлял все здесь гораздо хуже значит попытаюсь своими словами объяснить как я это вижу и как это работает для начала надо понять что основной как бы основной основным возбудителем который наносит ущерб приколок всех червейных семей является вирус и вирус у нас он у нас не лечится антибиотиками ничем таким это очень сложный процесс и надо понять почему допустим вирусы в семьях пробивает в определенные моменты то есть весной у вас все прекрасно а после подсолнца семьи уже посыпались для этого я же говорю надо смотреть на пчелосемью как на единый организм если мы допустим сравним с нами людьми почему зимой мы в основном болеем гриппом да почему сейчас допустим коронавирус поражает людей как бы болеют все но к сожалению плохо это заканчивается у людей преклонного возраста вот так же само происходит и с пчелосемьями на сегодняшний день наша агрономия привела к тому что поля обрабатывают значит наши пчелы эти яды и зачастую бывают если не гибнуть семью выдерживают но общий иммунитет семьи в этот момент понемножечку падает визуально это можно не видеть но общий иммунитет семьи падает плюс к тому же мы увозим своих пчел на монофлорные растения то есть ну допустим это рапс или подсолнечник рядом никаких балок ничего нету и общий иммунитет семьи из-за того что получается одинаковый рацион потихонечку садиться плюс мы усугубляем обработками от клеща и всем остальным дальше что получается дальше получается в эту семью к нам попадает клещ усиленно развивается клещ клещ в себе несет вирус этот вирус попадает на пчел в расплод пчел и мы видим такую картину у нас идет массовый отход пчел мы обрабатываем клеща это не помогает мы видим болезни расплода и не можем понять что происходит так вот объясняю происходит то что понижается иммунитет пчелосеньи клещ является переносчиком этого вируса вирус пробивает у нас в тех семьях в которых более ослабленный иммунитет и дальше мы имеем проблемы уже с расплодом в этих пчелосемьях и в финале семья просто-напросто тухнет и погибает давайте теперь в дальнейшем значит из моих наблюдений буду делиться опытом как же уйти от этой всей проблемы то есть это также само и в моих интересах если рядом более здоровые пасеки которые менее заклещены в которых практически отсутствует этот современный вирус и моя пасека тоже есть вариант что она не заразится проблема в том что допустим обработали вы полностью пасеку хорошо обрабатывать от клеща выехали где-то на кочурке или стоите у себя на стационаре привез я любой другой такой проблемную пчелу которую я вижу что на мой взгляд она сейчас перед подсолнцем здоровая произошло раздражение вашей пасеки пчеловод ничего не ожидает и уже в начале августа за украину идет массовый отход причем отход идет невидимый дохлых пчел мы будет невидим просто семья тает на глазах она не может обслужить расплод из-за того что снизился общий иммунитет семьи мы смотрим что в расплоде у нас пошли проблемы мы кричим что это гнельцы начинаем гнельцы лечить антибиотиками а результата никакого нет значит смотрите как показала практика когда проскакивает колокс пчелиных семей на пасеке имея разные точки и держа пчел не один год я заметил что проблемы у нас пчелосемьями происходят вот допустим такие да как у нас был 17 и 20 год то есть что этому способствует способствует этому длительные безвзяточные периоды понижение температуры и когда матки просто незначительно возможно даже если вы кормите сиропом уменьшают яйцекладку как это я вижу как это завязано завязано здесь все очень просто значит клещ который является в основном переносчиком вируса у нас значит сразу немножечко хочу сделать вставку если у вас ложится пасека и остается вот эти вот три четыре рамочки что самое интересное вы пчелосемьями хорошо обработали от клеща соединяете эти семьи значит пчела все равно данная семейка сформированная при объединении у вас сыпется теперь попробуйте объяснить если клеща нет почему сыпется значит вирус вирус который распространяется в семье идет передача наука еще очень мало объяснено идет передача и опять таки заболевает вся семья и так само погибает к счастью скажу на будущее вирус в окружающей среде он малоустойчивый малоустойчивый вирус значит такую сушь вполне возможно при незначительной дезинфекции даже вплоть до того как видите морозов сейчас зимы нету даже на морозах выдержать и можно в дальнейшем применять для пчел то есть можете этого не бояться конечно индивидуально смотря по каждой пасеке так вот продолжим что получается получается что вот эти года когда слабый медосбор идет безвзяточные периоды идут особенно в местностях вот допустим возьмем по моей местности у нас из года в год уже балка разнотравий перестала выделять и у нас получается провал тем более если такие года как был 17 и 20 когда акация не зацвела у нас получается рапс на рапсе мы немножечко подтравливаем семьи дай бог у кого немножечко дальше после рапса практически до подсунка у нас ничего нету и вот это вот является основной проблемой матки начинают меньше сеять клещ выходит на пчелу если пчеловод в это время не применил обработки балка ничего не выделяет дальше когда матки начинают засевать это клещ массово заходит в расплод но это еще полбеды при этом при всем у нас идет сильный износ пчелы пчела которая казалось бы не участвовала в выращивании расплода по своей природе она начала экономить но она была уже ударенная клещом она уже была зараженная и вот этот расплод который матка начинает сеять который мы смотрим на подсунок у нас вроде бы как куча пчел пчела начинает его кормить пчела уже заражена изношенная и начинает массово плюс еще износ на подсунок и проседать пчела проседает расплод у нас пораженный и в результате мы видим гибель пчелосемей причем без явных на то причин вулье это не по траве то есть если бы была по траве вулье мы видели кучу пчел и все было бы понятно пчел вулье нет по-разному заканчивается холод все бывает просто мы смотрим семьи нет бывают пчелы пытаются сменить матку бывает не пытается бывает чего просто видит эту заклещенность это заболевание просто слетает причем слетает очень маленькими райками это обычно ветер рамки потому что остальное уже погибло поэтому почему я веду будем буду снимать частями эти видео чтобы они не были очень длинными и неинтересными чтобы можно было понять все что я имею ввиду потому что тяжело очень объяснить весь мир с этим борется не может ни к чему прийти пытаюсь поделиться своей точкой взгляда значит пишите в комментариях своих ваше мнение ваши случаи препараты которые вы применяли и будем потихонечку рассматривать этот колокс член и семей буду делиться своим опытом что я увидел и приходить к тому как нам его побороть совместно всем спасибо за просмотр ждите следующее видео в следующем видео я буду уже вылаживать мой опыт как подходить к тому чтобы не допустить массовую гибель и колокс пчелиных семей у вас на пасеке ванная ванная